МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит, что это территория Азербайджана, то о какой демаркации идет речь – Арам Арбелян. Защитник прав человека Республики Армения подтверждает, что некоторые села Гориса изолированы. 15 деревьев в Сирии были эвакуированы из-за угрозы нападения турецких войск. Ирак хочет увеличить торговлю с Арменией. Опубликована карта с указанием монастырей и церквей Арцаха. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Строительство Сильванского водохранилища в Тигранакердском районе Западной Армении планируется завершить в следующем году. Когда вода будет полностью собрана, 50 деревень пройдут под воду. Село Айнтак, считавшееся древнеримским поселением, также войдет в историю. В селе находится крепость, которая считается исторически значимым поселением. Точно неизвестно, когда была построена крепость, но это числится в римские времена. Позднее церковь замка Айнтак была превращена в мечеть, а квадратный минорет был пристроен позже. Замок, объявленный в 2015 году особо охраняемой территорией из-за пренебрежения и равнодушия, был превращен в руины. Правительство Западной Армении осуждает несоблюдение турецкими властями первоначального свободно-информационного соглашения, а также экологические изменения, вызванные этой неестественной политикой. Около 30 общественных организаций в Арцахе направили открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой предотвратить провокационные действия, регулярно проводимые Азербайджаном в Арцахе. Такое поведение азербайджанской стороной подрывает стабильность в регионе, представляет угрозу для народа Арцаха и направлено на дискредитацию российской миротворческой миссии в Арцахе, говорится в письме. Кандидат юридических наук, специалист по международному праву юрист Арам Арбелян, говоря об установке азербайджанских таможенных постов на межгосударственной трассе Гарис Капан и установлению соответствующего контроля, говорит, что на самом деле азербайджанская сторона перекрывает дорогу для армянской стороны. По его словам, все очень просто, логично, но в то же время незаконно. На мой взгляд, это незаконно с точки зрения международного права, поскольку эти территории являются территориями Республики Армения. В то же время власти Армении узаконивают эти противоправовые действия с точки зрения международного права, утверждая, что это Азербайджан, и они могут делать что угодно на территории Азербайджана. Эта часть никак не разграничена, разграничение не может быть проведено без правовой основы. На вопрос, если демаркационные работы официально не начались, согласно официальным заявлениям Республики Армения, тогда до этого установка азербайджанских таможенных постов на трассе Гарис Капан позволит ли потом обсудить вопрос о принадлежности этого участка. Арбелян отметил, что если у власти останутся те же люди, то о каких переговорах может идти речь. Правительство Западной Армении напоминает, что сочтет недействительным и все решения, ущемляющие права армянского народа. И уже есть исследования по делимитации восточной границы Армении и Азербайджана. Еще и демографические данные, относящиеся к статье 230 Северского договора. Защитник прав человека Республики Армения опровергает публикации в прессе о том, что связь между селами Барцраван, Шурнух и Воротан в Горисе не особо затруднились. Чтобы защитить наших международных партнеров от введения в заблуждение, а также предотвратить эти вводящие в заблуждение провокации, я публикую только часть одного из объективных доказательств, полученных непосредственно сотрудниками защитника прав человека. Короткое видео написал омбудсмен. Комментируя видео, Татуян говорит, что оно показывает, насколько сложно населению Армении, особенно жителям упомянутых сел, свободно передвигаться по этим участкам дороги. Люди сталкиваются с гуманитарными проблемами, в том числе с изоляцией нескольких населенных пунктов. Вы можете посмотреть видео по ссылке на сайте Западной Армении. Жители деревень в курдонаселенных районах северной части Сирии, которые находятся под угрозой возможного нападения турецких войск, начали покидать свои дома. По данным сирийских демократических сил, к настоящему времени полностью эвакуированы 15 деревень между районами Тел-Тамер и Аин-Иса. Пресс-спикер Ферхад Шами заявил, что Турция готовится к новой военной операции, добавив, что сотни наемников сопровождения бронотехники турецких солдат были размещены на различных перекрестках. Они много раз пытались спровоцировать наши силы. Абдул-Керим Ахмед, 52-летний житель деревни Айн-Абит, сказал курдскому СМИ, что он опасается возможного нападения Турции. «Люди обязательно пострадают, им придется покинуть свои дома и мигрировать. Мы потеряем средства к существованию», – сказал он, призвав международное сообщество предотвратить возможную войну. Министр экономики Республики Армения Ван Керопям принял поверенного в делах посольства Республики Ирак в Республике Армения док Сухаляна Халила Алджубури. Как сказано в сообщении Министерства экономики Республики Армения, поблагодарив за теплый прием, док Сухалян Мхалил Алджубур заявил, что Республика Ирак желает укрепить армяно-иракские отношения, увеличить товарооборот с Арменией. Он подчеркнул важность Армении для Ирака и выразил мнение, что для качественной работы необходимо сотрудничество с армянами. Также он предложил провести заседание межправительственной комиссии двух стран в Багдаде, добавив, что Ирак заинтересован в участии компаний, специализирующихся в строительном и энергетическом секторах Армении для восстановления своей страны. По благословлению католикосов всех армян Гарагина II, издательство Первопрестольного Святого Эчмиатино в сотрудничестве с издательством «Калаш» выпустило карту под названием «Исторические памятники Арцаха» при финансировании Всеармянского благотворительного союза. Это первая попытка издательства выпустить отдельную карту. Она и не имеет прецедентов по плотности размещения монастырей и церквей. Карты также уникальны с точки зрения демаркации, так как отмечены тремя разными рисунками территории Арцаха, НКО и в настоящее время оккупированных азербайджанскими вооруженными силами территории Арцаха, с помощью которых можно увидеть монастыри, церкви и памятники исторического и религиозного значения, оставшиеся в плену. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовом, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установленных наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok